Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня купила вот такие печенье, мюсли, любят. Вообще не планировала снимать мукбанг, на самом деле. Просто все разложила, села кушать просто, а потом подумала, может и видео снять. Вот поэтому яичница такая, ну не особо. Пожарила сосиски. Так вот чисто для себя пожарила на сливочном масле. Для меня это играет огромную роль. Одно дело на подсолнечном масле ты жаришь, а другое дело на сливочном. Так намного вкуснее. Вчера весь вечер смотрела выпуски старые, дома 2. И блин, какой раньше интересный проект был, столько искренности. Столько на самом деле интересных событий, не наигранных. Я просто раньше всегда думала, что раньше дом 2 смотрели, потому что не было такого выбора. Сейчас ютуб. Все, что хочешь. Но нет. Сейчас я просто сравнила. Смотришь на жизнь людей, которые уже даже развелись. И так интересно, как начинались их отношения, как трепетно, как ругались другие, не знаю. Я прям с самого начала дом 2 не смотрела. Я его начала смотреть где-то в 2010-м, наверное, в 2015-м где-то. Лет 5-7 назад было очень интересно. В те времена, когда Бузова еще была участницей, вот я не смотрела. Я начала смотреть, когда оно уже стало ведущим. Вот кто бы что ни говорил, многие говорят, не обсуждай дом 2 во время мукбанков. Не могу. Не могу не обсуждать. Были времена. Мы всей семьей смотрели дом 2. Прям всей семьей. Прям ждали. Ждали именно вечерний эфир. Даже папа вместе с нами сидел и смотрел дом 2. Прикиньте. А сейчас, сейчас даже в ютубчике, без рекламы, без всего этого, не надо ничего ждать. Когда тебе удобно, включи, посмотри. И то, вы знаете, чуть неохота. Потому что очень много наигранных ситуаций. Видно, что постанова, например, один из членов пары, например, просто игрок. Еще вы знаете, что я заметила? Я заметила, что мы с вами раньше, не знаю, как вы, но я была вообще дурочкой. Я не замечала интеграцию, то есть рекламу внутри какого-то сериала. Я как-то, наверное, 3 месяца назад начала пересматривать Ронеток. Кто помнит, пишите в комментариях группы Ронетки. Я начала замечать, что у них очень много интеграции. Они, например, рекламируют телефоны. Прямо в сериале, например, точно не помню, в общем, какой-то напиток. Сейчас мы явно понимаем, что это просто реклама. А раньше я как дурочка думала, что просто реально Лене просто нравится этот напиток. То есть мы стали хитрее. Мы с подругой, после того, как начали смотреть Ронеток, все, договорились, мы тоже создадим группу. Мы тоже будем популярными. Сразу начали ругаться, кто будет играть на барабанах. Потому что всем, по-моему, нравилась Лера. Все были фанатками Леры. Не умели играть на барабанах, но уже собрались создавать рок-группу. Напиток такой бомба. Соглашусь, сегодня у нас с вами не очень аппетитный мук-панк, но да ладно. Как-то по-свойски, как-то по-простому. Кто-то стучится. Показалось мне. В общем, мы с подругой учились в параллельных классах. Мы пошли в школу на следующий день и объявили среди всех одноклассников, что мы тоже, как Ронетки, хотим создать группу. Кто с нами? Кто хочет нашу группу? И тут одна из девочек, из моих одноклассниц, такая, а мы уже играем. У нас уже есть группа повторюшки. Я такая, мы не за вами повторились, мы повторились за сериалом. Это прям мечта была. Покупала портфели, майки. У меня просто вся комната была в плакатах. Умоляла маму купить мне портфель с Ронетками. В классе, наверное, где-то в четвертом я была. Или в третьем, когда они были популярны. Все говорят, какое у нас было интересное детство. Не то, что у нынешних, типа, детей. Ничего интересного на самом деле. Кто-то ходил за гаражами покурить. Кто-то создавал какие-то группы непонятные. В общем, идея у нас провалилась. Естественно, никакой группы не получилось. Ну, мы прям фанатели. Вот реально фанатели. Потом резко, резко просто разонравилась. Вот мне лично, я в один день просто встала и порвала все плакаты, которые висели у меня на стенах. Про Ронетки. Они как-то резко стали популярными. И резко мы поменяли интерес к ним. То есть, где-то вот год мы как фанатели. А потом как-то забылось. Я помню, даже к нам в Саратов, когда они приехали гастролировать, Ронетки, уже на тот период. Смотрите, какие мюсли. Попробуем. Ну, так себе. Как-то жестковато. Но они диетические. И очень полезные. Я лучше пойду сейчас сделаю себе чай и будем макать в чай. Подождите. Я вернулась к вам спустя 15 минут уже с чашечкой горячего чая. А то эти печенья невозможно кушать просто так. Поэтому ставим чаек и макаем сюда. В общем, на чем мы остановились? Я обожала Ронеток. Потом, когда они наконец-то уже приехали в наш Саратов, в забытую глушь, уже как бы особо интереса к ним не было. Потому что, понятное дело, Лера ушла. Не то, что ушла, ее выгнали. Мне больше всего импонировала Лена. Ой, Лера. И когда она ушла, точнее, когда ее выгнали, мне уже просто стало неинтересно смотреть. Смотреть, слушать. Для тот период активно подсела на YouTube, по-моему. Тогда смотрела блогеров. Начала. Поэтому как-то автоматически уже стало неинтересно. Сейчас, смотри, они обливают друг друга грязью. Рассказывают, как, что произошло. Произошло 10-15 лет назад. А сейчас каждый на своем канале друг друга обливают грязью. Зачем это надо, я не понимаю. Девчонки там создали канал. Я что-то заметила, у них не особо набирают просмотры. Чисто какие-то скандалы. Женя Курцова. Мне нравилось меньше всего из раняток. И она выпустила вроде как книгу. И рассказала все грязное белье. Все наружу. Все в своей книге. Даже если бы в свободном доступе была бы эта книга, я бы не потратила деньги и не купила бы ее. Просто мне не нравится тактика девчонок. А еще мне вообще не понравились вот эти вот печенья. Пробовала впервые. Стоили они, по-моему, 3 моната. Проблема в том, что они очень жесткие. Я даже макаю в чай. Все равно есть невозможно. Не знаю, как вам. Мне не понравилось вообще. Эти два не знаю. Оставлю для мамы. Может, если ей понравится, пусть покушает. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что посидели вместе со мной. Планировала я не снимать. Опять же, извиняюсь, стол сегодня был вообще как обычно. Я завтракаю. Но потом, в последний момент, поставила камеру и решила все-таки снимать. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Всех люблю, целую. Пока.